Православные христиане отмечают сегодня один из главных церковных праздников – Крещение Господне. В Богоявленском храме Владыка Яков совершил литургию и традиционный обряд освящения воды. Она в эти дни считается святой. Верующие пьют ее с молитвой, тем самым прибавляя себе душевного и физического здоровья, а также освящают ей свои дома. Еще одна традиция – купание в проруби. Мой коллега Олег Атанзейский за процессом не только наблюдал, но и сам трижды погрузился в Иордань. Церковными песнями и морозной погодой встречал на Ленмарх Крещенскую ночь. Окунались, улыбались. Многие согревались тут же, прямо на улице. Возле Иордани выстраивалась небольшая очередь. Люди по несколько минут стояли раздетыми, чтобы погрузиться в ледяную воду и еще сильнее замерзнуть, но смыть все накопившиеся грехи. Ой, свежо. Ой, спасибо. Но морозы не крещенские подключаются, да? Сам залей. Верите в то, что вода очищает от грехов? Верю. По библейской легенде, в этот день спаситель принял крещение в водах реки Иордана. Верующие трижды погружаются в воду, очищая этим себя. От греха подальше возле купели дежурят полицейские, спасатели и добровольцы. А вот медиков в этом году не оказалось. За дежурство в Крещенскую ночь врачи попросили денег. Они сказали, сплатите деньги, тогда будем в этом. Сейчас у нас все за деньги. Я говорю, ну хорошо, ваша проблема. Ну а вдруг вот у человека, не дай бог инфаркт. Ну будем ждать, пока приведет скорая помощь. Священнослужители каждый раз объясняют, не нужно путать православный обряд с обычным закаливанием. Но многие все равно приходят, потому что полезно. Просто так проверить себя. Не веришь в то, что вода очищает грехи? Ну тогда с богом и удачи. Спасибо. Многие собравшиеся только и удивляются, что тут полезного. Так ведь и до инфаркта недалеко. Поэтому ограничиваются набором святой воды в бутылке. Считается, что в эти дня она обладает целебными свойствами. Ей умываются, поливают цветы, окропляют квартиру. Вот только пить эту воду, что из проруби, все же не решаются. Ну не пить только. Не рискуете? Нет. А купаться? Купаться не рискнем. Страшновато? Страшновато. И те, кто решил, что выдержит, уже в самый последний момент передумывают заходить в ледяную купель. Наверное, просто побоялись или не верят в священный обряд. А потом, насмотревшись на радостных ныряльчиков, наша съемочная группа тоже не устояла и испытала себя на прочность. Спасатели констатируют. Не уверен себе, в воду лучше не лезть. Я, конечно, себе уверен, но честно признаюсь, боюсь и даже очень. Впрочем, сейчас думаю о другом. Ну когда я смогу сделать стендап в одних шортах? Ладно. С Богом меня. Честно, вы знаете, это очень холодно, но это того стоит. Спасибо. Олег Танзийский, Владислав Носкин, телеканал «Север».